На заседании оперативного штаба обсудили ситуацию по коронавирусу в республике. Комплексные меры прежде всего направлены на сохранение жизни и здоровья людей, обеспечение стабильной работы экономики. Олег Николаев отметил сложную работу всех служб, в том числе и волонтёров, число которых с каждым днём растёт. Вместе мы однозначно сильнее. И любые сложные задачи, если мы будем вместе, нам будут по плечу. Главное, чего от нас ждут люди и бизнес, это обеспечить безопасность, уверенность в этой безопасности, а также возможность развития нашей республики, то есть уверенность в завтрашнем дне. Но есть и те, чья безответственность ставят под угрозу здоровье окружающих, в том числе и самых близких. Так в отношении женщины, подтверждённым диагнозом COVID-19, возбудили уголовное дело. Напомним, она приехала в Чуваши из Москвы, не дождавшись результатов анализов, которые впоследствии подтвердили факт наличия у неё коронавируса. С ней контактировали 26 человек, все они изолированы. В Чувашии пока обстановка стабильная, но это не значит, что можно расслабиться. Все структурные подразделения должны быть на чеку, отметил Олег Николаев. В республике готовятся к приёму возможных больных коронавирусом. На самом деле принято решение 19 человек разместить, они сейчас вот идёт как раз процесс размещения и транспортировки их в обсерватор. 7 человек всё-таки лица первого контакта госпитализировать всё-таки медицинское учреждение. В соответствии с расчётными данными Минздрава России в Чувашской республике должны быть развернуты 609 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. С учётом требований Минздрава России при развертывании коек необходимо в первую очередь использовать коечную мощность имеющихся инфекционных стационаров. На начало 2020 года таких коек у нас 391 койка. Но надо понимать ситуацию и, соответственно, рекомендациями приказа Минздрава России, что не все эти койки могут быть задействованы в лечении коронавирусной инфекции, потому что люди продолжают болеть и другими инфекционными заболеваниями. Соответственно, для лечения с коронавирусной, для пациентов с коронавирусной инфекцией принято решение о развертывании инфекционных коек в первую очередь из числа существующих в количестве 200 коек. Из них, значит, 50 коек инфекционных стационаров больниц скорой медицинской помощи, 50 коек инфекционных стационаров научно-массажа городской больницы и 100 коек инфекционных стационаров городской детской больницы номер 2. Итого 200 коек. Это в первую очередь. Если понадобится, пациентов примут и другие больницы. Наталья Мальчикова, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика.